здравствуйте друзья мы с вами сегодня встречаемся с гостем у нас интервью с блогером блогер представляйтесь всем привет честно говоря не часто здорово себя своих блогах у меня такой формат немножко блогов у меня потоком нон-стоп идет меня зовут борис канал у меня называется борисыч я думаю многие меня знают то есть это по отчеству скажем так многие спрашивают как меня в реале зовут я борис борисович это такой отсюда назвал канал борис вы что снимаете начал я свой влог снимаю я влоги про жизнь в сша как у меня это дело обстоят начало честно говоря видео просто начал собирать свой такой мусор который на компьютере сложился у меня занимал какое-то место родителям хочется скинуть какие-то ролики начало немножко с этого монтировать но постепенно люди начали закидывать видео с вопросом многие многие так начинали знаете снимали для близкого круга а потом как поперло это очень интересно действительно я начал снимать все это дело начали люди присылать вопросы и начал отвечать узнали что я занимаюсь тракингом в общем не стало это более менее интересно и как-то шел я в тракинг кстати да занимаюсь я вожу трак когда я думаю что тракинг у нас в этом смысле с вами кое-что общее есть тракинг также как и тестирование программного обеспечения также как например бухгалтерия также как уход за пожилыми или за детьми и лет медсестринские всякие дела это одно из таких массовых направлений для новых эмигрантов и тракинг позволяет ну ты не будешь там часы считать но во всяком случае это позволяет сразу ты приехал там ну сколько нужно там на на то чтобы начать не может быть несколько месяцев но во всяком случае ты уже начинаешь зарабатывать как-то вот ну жить можно с этого тракинг это жить можно очень быстро тут приезжаешь получаешь все основные пакет документов до приехала по грин карте как бы я перешагнул всю ту волокиту бумажную которая люди многие скажем так окунаются то есть получил грин карту выиграл в лотерею в двенадцатом году и к таким конечно пришел года через два то есть я помыкался и там и там и там вот куда приехали казахстан казахстан город маленький тимиртау это тоже его гос горы справа да я вот это скажем так город спутник караганды многие тимиртау не знают и знаю только караганда это как правило где где в караганде вот мы оттуда что хорошо что хоть караганду знают на те же бывают кто-то кто-то кто должен знать караганду сегодня но совершенно видно но посадить почему-то когда вот я начинаю с кем-то общаться этом казахстан да у всех начинают сразу бород но это ну да бороться вас они в казахстане а еще лет 10 пройдет и этого никто не думаю да вы снимаете вы прямо вот в машине сидите вот дорогу снимаете или как не всегда нет у меня такие динамичные ролики то есть я стараюсь как-то сделать динамику под музыку под это все умца умца под каждый бит что-то смена планов то есть у меня как правило с собой две-три камеры то есть в разных точках ставлю когда разгрузки-погрузки то есть такими мини-фильмы получаются то есть я могу противоположность часов то есть у меня монтажа практически нет ну реально я только смотрю чтобы дать и на стыке кусочков чтобы она и камера него не уходила него не падала ну и если что-нибудь там такое уже нет сил ни на что я все-таки у меня нет паузы на разгрузку там загрузку я сижу целый день тобой все люди со всех сторон так далее а иногда бывает иногда бывает знаете так накувыркаешься как там высотка бывает так накувыркаешься так что и вот едешь с утра и не хочется ничего даже наговаривать там потому что как-то хочет просто помолчать иногда вот у меня то же самое люди у меня спрашивают делай больше роликов ролики заходят как говорится сейчас неплохо и скажем так и обороты набрал такие неплохие принципе каналы у меня 9 месяцев примерно там уже что за 13000 подписчиков уже перевалило как бы года еще не до идет как бы так неплохо и актуальный материал во первых во вторых сам сам персонаж должен быть так таким как бы которого хочется видеть потому что кроме темы тоже поэтому если вот такое совпадение есть конечно но она так быстро набегает я знаю людей которые за год там по сто тысяч там за полтора года то есть думаешь и так думаешь а с чего вроде но трудно понять иногда знаете но 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 ты видишь что это происходит значит тоже что мне что то то есть начались какая-то аудитория когда и и вот она пошла ну да и кстати советчиков очень много люди многие пишут чтоб канал рос надо кого-то нанять чтобы занимались всем этим делом то есть пиаром канал и так далее как-то от этого далек и старая сам я что-то как-то материал распространить то есть у меня не главная цель именно чтобы канал как говорится вырос миллионник или во что то есть конечно цели такие цели амбициозные хотелось бы чтоб канал рос но ему свое время у меня например так что видео смотрится ну вот может быть ну максимум неделю максимум неделю а так бывает что и два-три дня и все поэтому если посмотреть за год например траве ну скажем не знаю допустим было пять тысяч до год например из этих 5000 там 4 500 были в первую неделю поэтому получается такая история ты тратишь довольно много труда но потом она проходит и если бы ты какую-то нетленку создавал знаете она так идиот идиот идет и такие видео тоже есть вот у меня есть видео которое вот висит висит и и все время там за месяц там восемь десять тысяч просмотров как она так внутри заранее ясно такое тоже добывает но если знать заранее так уже сделал бы красиво поймать и но ты же не знаешь а я еще много делаю меня так как то я немножко отдыхаю когда болтаю у меня форма отдых такая и трансляции когда я делаю мне как вы там три-четыре часа выдерживаете да я отдыхаю в это время поэтому то есть с одной стороны могу поболтать и когда у меня там сотня видео за месяц и ну как их монтировать ну ну шо ж такое а дальше а через неделю его повесишь кому-то можно отдать на монтаж но дальше через неделю ты повесил она уже мне самому не интересно но тогда это актуально если сейчас это идет надо давать этот материал сейчас пока пока он свеж ну да совершенно многие ролики которые я даже делал до этого я понимал что если я чуть задержу то я уже буду переделывать переделать переделать мы что вкусы меняются но это немножко когда это начинал я довольно тщательно монтировал знаете вот так я смотрю много времени уходит и потом бывает сначала начинаешь потом будешь почитать может чего вот я начал читать немножко и там говорят что самое лучшее это когда монтажа там или нет или почти нет то есть ты сразу делаешь нет ленту вот и для этого нужно говорить так чтобы потом не монтировать и приходит через ну не знаю месяца три у меня четыре за него и я настолько перестал комплексовать и стр это перестала быть стрессом это стало таким легким естественным там чем-то еще очень интересно получается вот если ты сидишь в камеру и говоришь туда вот тут мы сидим нас меня снимать это один разговор но если я веду урок например в этот момент меня снимают я урок веду непосредственно я каждое слово там не подбираю или допустим вот я сижу баранку кручу у меня внимание на дороге я очень внимательно вожу но когда у тебя внимание на дороге значит ты не можешь уже блокировать вот этот поток эти словесные поэтому он идет легко свободно так непосредственно но если ты перестанешь вести возле сядешь ему и будешь камеру вот тогда начинается какой-то напряг то должно отчет монтировать какая-то неуверенность что там еще такой ответственность так вот он у меня тоже самое честно говоря для меня вообще камера это такое что-то не свойственно для меня и я не был каким-то таким вот активным человеком по жизни скажем так но именно влог для меня своего рода такого-то именно стимуляция самого себя мотивация чтобы начать как-то висит на камеру по-другому то есть я сам наблюдаю за собой на первые мои ролики ролики которые вас и до сих пор хочу отмечить что когда вот я разговариваю на камеру что-то пытаюсь донести информацию без собеседника то есть я тет-а-тет с камерой и меня это все равно как-то вот именно тяжело и существует какой-то барьер я не понимаю с кем я разговариваю и тогда начинаю рубить кусками что-то перемонтировать и от этого я пришел какой-то немножко такой опять-таки динамики то есть я вывел это к себе в плюс то есть когда не визуализировать с кем разговариваю я начинаю вот там так сниму камеру переставлю с другого ракурса скажу что-то и потом именно стыкую делу какой-то монтаж и это получается как-то все так в тему и ну как мне кажется по крайней мере не знаю люди людям нравится мне нравится и потом еще что получается ты начинаешь привыкать к разным вещам вот начать привыкать что может быть самая неожиданная реакция ты начинаешь привыкать что почти каждый день какой-нибудь комментарий чтоб ходишь весь день там до хохочешь и как-то на и хочется со всеми поделиться ты начинаешь привыкать что чтобы ты не сказал значит кому-то это понравится а кому-то нет вот и ты как бы не не стремишься уже ну как бы понравится всем что важно но у тебя есть какая-то целевая аудитория с которой все таки вот отношения с которой все-таки важны это как бы потому что для них работаешь когда уже много зрителей много и ты выходишь в эфир или там выходишь камеру включил и ты уже им им говоришь недавно парнишка один там написал вот выгод что-то там рассказываете явно каким-то своим там ребятам я вот пришел со стороны у меня это ощущение что вы мне рассказывать ну правильно говорит ну 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 ты можешь стать своим ты можешь там смотреть вот а так а кто же будет рассказывать кому-то кто не свой если есть свой ну да совершенно верно своя публика везде должна быть ну ну да и есть и приходящие люди которые вот мне вот чем вот на действительно канал когда растет начинают приходить люди которые ну мне честно говоря сначала как-то реагировала сейчас понимаю что люди просто какие-то то ли закомплексованы то ли что придут комментарии куда пых и ушли они выпускают какой-то свой заряд энергетический но им им было важно написать какую-нибудь дрянь да и как правило это безликие кстати люди да пытаешься зайти к ним на аккаунт посмотреть а кто это что человек представляешь не там как правило какая-то аватарка или если в лучшем случае какая-то картинка человека есть канал когда у него есть зритель когда у него есть какая-то наработка там он боится он боится потерять он боится что него начнут жаловаться ему закроют канал тогда появляется ответственность вот поэтому же они те кто дрянь всякую пишут они же никогда не пишут от своего имени они они там никогда нет их лица там никогда нет их реальных контактов и так далее в этом смысле блогер он на порядок чище и открытий когда блогер говорит он он отвечает за базар вот вот его лицо вот его адрес вот его все ну вот а этот его нет он так как-то вот да так что создал кота направлении мысли кто-то прочитал посмотрел поддержали не поддержали но я скажу а кто прочитал и поддержал а так ему и надо вот а как правильно подобное притягивает подобном не кстати я считаю меня канал такой позитивный скажем так и мне как-то даже такая смешная претензия в виде сообщения была оставлена человек написал все отписываюсь все слишком хорошо не за этим я сюда пришел а еще вот это вот я отписывать ну да да ему внимание не хватает отписываюсь у меня в месяц отписывается там может быть полторы тысячи человек но а три с половиной там четыре подписывается поэтому так это баланс там 2 спала 2 2 3 там есть поэтому это да ну что михаил у меня есть несколько вопросов касательно школы то есть начну с того ты вы для зрителей не для себя я я и в том числе для себя тоже как бы вообще я вашей школе узнал наверное еще в 2013 году когда вот-вот только приехал двенадцатом году но приехал и приехал я с деньгами то есть у меня было время для того чтобы как-то проанализировать что-то но по своей какой-то глупости скажем так дома занимался кстати компьютерами там настройка продажа модернизация все остальное и и я хотел как-то этим же делом заниматься и здесь но английского явно не хватало мы пытались женой пойти на курсы английского языка приехали мы во флориду кстати сейчас чикаго пригород чикаго баффало гроу это пригород чикаго довольно-таки интересный городок вот приехали первое место это была флорида и испытывали какие-то проблемы у нас с английским именно со школы где во флориде где панама сити бич это такой известный городок для людей кто приезжает на спринг-брейк то есть там очень популярное место такое вакейшн вот и там есть комьюнити колледж и в нем был были курсы английского языка но в тот год не была набрана группа достаточное количество человек и курсы не состоялись и все как-то закрутилось завертелось и начали работать то там то там тут там как обычно за 8-10-12 в час скажем так в калифорнии там как-то в основном загнешься на 8 долларов а во флориде можно жить да мы работали на двух-трех работа как-то и но кошелек все равно приехали с амбициями тратили больше чем зарабатывали скажем так а это всегда проблема людей которые приехали с денежкой что у них денежка уходит намного быстрее чем казалось бы должно было это происходить но это ощущение что деньги есть а тут там здесь бумбус может я знал людей которые за год 150 тысяч про фукали вроде казалось бы могли бы не так можно либо три года нормально жить мы вообще не работаю раз все и нету да и потом получается мы из панама сити попыркались помыркались и переехали в город побольше это было там по там также во флориде скажем так но ситуация особо это не поменяло и я там встретился не встретился точнее нашел влог человека который обучался у вас но вышел я по ним ему по другому вопросу живет прямо в танке нет он они жены приехали во флориду вроде но он обучался еще онлайн курсов на курсах онлайн у вас дима шишкин или кто-то еще не они нет мне кажется у славик звали я не помню да 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 понял о ком речь да 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 и он порекомендовал то есть я с ним просто по другому совершенно вопросу мы там хотели свою собаку сюда перевести и вышел как раз таки они занимались женой перевезли собаку я у него написал через youtube вроде точно уже не помню вот он довольно таки быстро мне ответил даже созвонились пообщались и как-то разговорились кто откуда что как детали я уже не вспомню но вот он сказал он что вот он обучался у вас в школе то есть уехал цель направленно знал чем будет заниматься все остальное да и как-то вот он мне подсказал и я начал смотреть ваши видео но мы с ним записывали кстати у нас не вместо ну вот потом если вы понимаете о ком я интересно будет я догадываюсь если славик из флориды то я знаю о ком речь да да вот и и как последнее то что я наблюдал он также на говори говори мою с вел насколько я помню последнее что я как по камере читал они в нью-йорк ехали может быть почему не может быть они да вот и как-то начал следить за вашим каналом но опять-таки кошелек мой был все меньше и меньше вот и ушел и скажем так в трекинг вот это опять таки история как я вышел на вас меня вот что по школе интересует а сейчас если и обрисовать мою ситуацию три года уже в трекинге работа не моя мне это не нравится то есть только заработок денег не боль не больше не меньше но у вас нет потуги такой скажем бизнес там купить свой трак второй третий вот так я уже купил свой трак за него выплачиваю второй третий и нет немножко не моё то есть окунаться прям это как в бизнес бизнес это можно в принципе но сейчас такая очень подвешенная ситуация и с ценами на груз и все остальное и непонятно что будет как-то выглядеть вот после этого года там немножко небольшие изменения те кто в трекинге они в курсе то есть получи в отличие от скажем тестирования да где ты работаешь по найму у вас как бы такая прямая дорога в бизнес на себя да то есть вот очень многие люди начали с одного трака потом второй третий потом значит там смотришь уже целое хозяйство у него поэтому это как это интересно поскольку это надо надо быть этим то есть надо ну да принадлежать как бы да это надо да да у меня этого нет у меня это душа не лежит я кручу баранку образование как вывоз высшее инженер-технолог по образованию закончил карагандинский металлогический институт то есть их технолог металлообработки или че там у меня специальности технологии машиностроения металлорежущие станки и инструменты да такая скажем так то есть вы можете фризу посчитать да или что ну что такое ну это как правило станки про кузнечный прессовый прокат на грозу это у нас там в темиртау крупный металлогический комбинат инструмент поэтому ну хорошо да да вот станки инструмента вообще это идет вот то есть там все подряд экспериментальная группа ну ладно бог с ним это опять-таки не дня не проработал на загрузку очень же не у вас инженерное образование да совершенно верно все время компьютерами что дизайном что опять-таки с компьютера железки это модернизация все остальное эти мы когда только приехали была такая шутка ну там 25 6 7 лет назад была такая шутка там две бабушки встречают а бабушки на тебя не любит там про внуков вот и одна говорит как твой внучек вот это что мой внучек сити колоджи кончил на компьютер вот поэтому так вот в этим дома занимались хорошо да дома занимался и как-то здесь не срослось вот и сейчас получается ситуация такая что вроде все в порядке зарплата нормальная но не мое то есть хочется расти и расти в этом сфере где вот я работаю в этой сфере только если покупать еще траки сажать водителей и заниматься то есть таким бизнесом поэтому у вас возникают вопросы это да совершенно верно то есть мне заинтересовало я вспомнил про школу тем более у меня как бы постоянно в рекоменду в рекомендованных ваш канал и периодически так посматриваю и скажем так думаю они пойти ли мне вот и следующем году в принципе были такие планы прийти к вам в школу отучиться английский освоились или как с английским как вам сказать и касательно работы моей достаточно касается поговорить просто там по улице с людьми магазин какие-то узкие узкие темы может быть а вот философствовать недавно если вы знаете вот он приходил и тоже вот предпеременно ту же самую тему он не может по-английски то есть вот он ну 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 да вот он работает на траке у него вот такое общение и наверно дам там разгрузить погрузить он может когда он там за рулем но вот просто поговорить а без этого нельзя интервью пройти можно сидеть в классе например и можно читать книжки можно три раза слушать в записи курс который записан и разбирать его со словарем там и так далее то есть я я уже не говорю о том что это не то что так как программирование серьезно там достаточно простые вещи но не то чтобы сложно понять но но можно даже языка особо нет но дальше ты же должен на интервью пойти мне уже не говорят о что работает надо и допустим 20 лет там когда мы 23 года в августе будет 23 года как школу мы начали в то время тебя могли посадить вон там в угол и ты сидишь там и копаешь что-то свое вот и там на корявенько там баг репорт какой-то написал там и вроде все устроил а сейчас же вот этот agile сейчас митинги каждый день и и очень много такого неформального общения не не через документы какие-то а вот у нас просто вот вот так вот на ходу все ну да ну поэтому сейчас людей которые по-английски не не шустрые практически нету в этой индустрии то есть надо нам надо быть более-менее акцент никого не волнует вообще то есть акцент вот индусы когда боже вообще страшное дело не важно акцент никого не волнует но ты должен понимать на слух это должен сказать внятно что что ты хочешь сказать чтобы тебя поняли ты можешь быть неграмотно но должен быть бегло тоже быть бегло легко ты не можешь вот так из себя выдавливать вот я понял ну если плавно плавно подходим именно к требованиям которые вот меня бы меня интересовал опять-таки требования опять-таки как попасть к вам в школу то есть язык должен быть на уровне чтобы бегло общаться если не на уровне до прохождение интервью но поговорить понять вопрос рассказать связано есть вещи которые можно отрепетировать чтобы все вопросы заранее известны например есть вопрос там расскажите о себе тогда от него не уйдешь вот куда бы ты не пришел с этого обычно начинается расскажи о себе должна быть какая-то история но дальше получается то что ты можешь допустим составить тебе поправят десять раз ты и внизу брешь но дальше надо рассказать и рассказать не так чтобы было видно что ты вы зубрил а так потому что это никому не надо это это неубедительно а так чтобы люди вникли поняли сообразили наш человек но надо же рассказать мало ее иметь мало ее вызубрить я помню нас парнишка был он как вызубрил вот добросовестно тоже трак водил все из сезона приехал вот и он вызубрил все но он как начинал говорить он вот это глаза так как туда вспоминает он как читал вот оттуда понимаешь и ну хорошо все закончилось целом благоприятно для него но я просто к чему говорю что тяжело это же муторно все и ты идешь на интервью а у тебя тут отказали тут отказали тут отказали ты начинаешь комплексовать психовать ты гаешь может быть со мной что-то не то может быть это не моё вот эти вот rejections они болезненные то есть психически здоровый человек ему же неприятно когда его даже вежливо даже с улыбкой но все равно неприятно поэтому надо поговорить я понял то есть получается вот именно английский на это самая распространенная причина отказа даже попасть к вам в школу насколько я понял что вы не всех желающих берете правильно это понимать значит есть как бы два потока студентов если мы говорим про те что те кто на кем пусть у нас не в него на не она кампусе мне меня интересует только у только именно очное отделение научно в отделении из два потока потом первые люди которые приезжают откуда-то но допустим эти вот я живу там не знаю бафа гроуф я хочу прием и мы должны там 5-10 минут поболтать скайпе вот это живьем я должен видеть человека не только слышать и я оцениваю для себя вот это его маркетабилити то есть насколько насколько он как бы нормально идет да и там нет технического такого интервью потому что мы далеко и вот я как бы моя задача оценить его вот это маркетабилити способности потом успешно пройти если я вижу что-то я я скажу но вот из тех с кем я разговариваю может быть треть я им говорю прямаешь мне нет смысла тебе ты потрачу время деньги и я не вижу как то как то получится это все они как ну хорошо тогда значит спасибо там все второй поток это местная вот он приходит записывается есть там у нас веб страничка на которую на себе назначает время записывается приходит на тест тесты у нас три раза в неделю и там есть несколько расписаний вот он приходит ему дают тест тест простенький но на выявление людей которые вообще не в состоянии пользоваться компьютер на этом уровне то есть там задачки типа там 10 заданий небольших но например там он должен открыть там как какое-то какое-то приложение достаточно известно написать туда пару слов сохранить его там в каком-то месте есть люди которые не могут сохранить там файл нормально а сохранив файл не могут его найти потом там они не могут переименовать файл ну вот на этом уровне давайте то есть мы скажем базовые базовые операции там по с файлами со всеми вот на этом уровне то есть никто не говорит ему вот тебе там код джаве две страницы найдя ошибки найдя ошибку но никто об этом даже речи нет то есть если чек не пользователь ну с одну действительно реально не пользователь вообще никакой он не сможет у нас потому что это этот тест выявляет тех людей которые сидят в классе не могут идти за педагогом не успевают просто они не смогут ну конечно он допустим мы учим что-то связано там у нас и html немножко есть там и я не знаю там и java скрипт и из java и какие-то вещи мы мы изучаем вот и я уже не говорю о том что даже если что-то совсем простое но все равно написать там баг репорт соответственно открыть это приложение пойти туда пойти сюда открылась форма записал в разные поля а нажал там поймать это но если он не может оперировать вот этим он он выпадает просто из класса и все поэтому мы ведь не не так давно это все ввели может быть лет четыре пять назад у нас раньше не было может быть даже три года назад ну потому что упираешься вот когда курс заканчивается ты упираешься в то что он не может потом мы ввели уже экзамены ну как бы для усиления уровня подготовки мы ввели экзамен там у нас здесь называется mid term в середине курса у нас есть экзамен на то что было пройдено в первой половине промежуточный до промежуточный у нас есть файл когда они заканчивают курс они должны базовые вещи какие-то знать иначе в они не считаются у нас закончившими соответственно со всеми там последствиями которые к этому прилагаются они могут повторять курс 10 раз за эти же деньги ты их лично делал но мы не можем взять в обработку в дальнейшую если он не пришел в точку быть вы не можете сесть на поезд если вы не пришли на на вокзал там на платформу на эту поэтому ты можешь долго идти к платформе столько сколько тебя займет но 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 должен прийти потому что поезд идет по рельсам он не может за тобой в деревню заезжать смотрите получается получается ну бог с ним ладно я там прошел собеседование попал к вам сколько длительность получается курсов очную примерно если именно по плавой в зависимости от графика есть дневных есть два графика есть график для приезжих это четыре раза в неделю по пять часов а есть местные местные занимаются три раза в неделю по пять часов соответственно те которые приезжие у них где-то девять недель девять-десять которые местные соответственно они где-то 13 недель 13-14 после чего мы должны их отправить на практику в компанию отправить на практику в компанию это значит секундочку сейчас вот по практику сейчас дойдем еще смотрите получается вот примерно что в среднем там четырнадцать недель обучения то есть пример на седьмой неделе у вас идет то есть формировалась группа то есть я пришел к вам группа сформировалась я прошел уступительные экзамены прошло семь недель после семи недель у нас куда промежуточная идет экзамен тестирование собеседование если я не сдаю я перехожу в другую группу начиная заново идти нет почему вы движетесь дальше со своей же группой ну конечно вы можете потом достать еще мы почему делаем это посредине чтобы дать человек возможность подтянуться и и в конце уже все-таки выйти нормально то есть получается больше я сам анализа для самого студента то есть я готов я готов иду дальше на самом он чтобы он занимаясь эти там всем недель как вы сказали чтобы занимаясь это время он знал что у него есть . который должен прийти а не просто так сидел и расслабился кроме того если он расслабился мы хотим ему об этом сказать раньше а не тогда когда он весь курс закончил и и мы не можем его на практику послать потому что он там на простые вопросы не отвечает мы я понял поэтому да значит почему это все происходит потому что приходит компании компании становятся более переборчивы сейчас они больше хотят даже от практиканта которые вот даже бесплатно казалось бы они у кого нет времени с ним заниматься понимаете за бесплатно даже если он не соответствует поэтому требования растут как бы ожидания больше соответственно мы должны их вывести в эту точку соответственно мы начинаем отбирать на входе мы начинаем делать тест там миттер мы начинаем делать файну мы начинаем делать у нас есть когда вот когда уже чек сдал эти тесты они письменные там группами сдают но после этого у нас такой более индивидуальный там по пять по шесть по семь по восемь человек собирается небольшие группы и это называется internship clearance интернет это практика если кто-то не знали я я понял да так вот значит клиренс они должны пройти клиренс на этом клиренс будет у нас есть страничка но вы знаете она им дается буквально там когда не только начали заниматься там есть десять вопросов на которые надо ответить эти десять вопросов известны за три-четыре месяца того как он попал на клиренс но он должен подготовиться значит там есть там вопрос расскажите о себе зачем должен рассказать о себе у меня есть видео где вы я объясняю как рассказывать о себе у меня есть видео где я рассказываю как отвечать на вопрос почему мы должны взять вас у меня есть видео где рассказываю на вопрос какие у тебя слабые места вот эти вот видео они показывают ключевые моменты на чем надо сделать акцент чтобы увеличить свои шансы в дальнейшем Для того, чтобы им не думать, а что рассказать, я им показываю, что надо посмотреть, надо сделать. Есть такая хохмочка о том, как на зоне развлекали заключенных и играли в поле чудес. Выяснилось два обстоятельства. Первое обстоятельство, что не все знают алфавит. Второе обстоятельство состояло в том, что когда уже все буквы угаданы, не все могут прочесть. Угаданность всех букв это еще не повод, чтобы человек мог прочесть. Поэтому, когда тебе дали все вопросы за 4 месяца, за 3, когда тебе дали видео, где рассказано, как на них отвечать, когда после этого ты еще 3-4 месяца учишься и вокруг этого все крутится, это еще не повод, чтобы человек пришел и так связанно рассказал то, чему его учили и о чем были эти видео и так далее. Вот такая интересная... У нас, конечно, не зона, у нас люди свободны, но они эту свободу используют иногда не для того, чтобы подготовиться. Возникает у некоторых ощущение того, что он попал уже в такое место, он сел в поезд и его довезут. Но там получается так, что как-то оно так не очень, потому что все-таки ты в поезд сел, но его толкать надо. Понимаете, вот и стоит. Крутить, что-то такое, чтобы двигался. А дальше он пришел в точку, он не может сдать этот клиренс. Ему говорят, иди сдавай дальше. Он идет, опять сдает и снова сдает. Поэтому один человек пришел там и через два дня уже на практику попал. Потому что у нас на самом деле нехватка людей, которые... То есть у нас просят людей, но нам послать некого. Ну смотрите, сейчас на этом вопросе... Постойте, нам некого, это не значит, что он бы не пошел. Это значит, что его не возьмут. Таких, которых возьмут, некого. То есть таких, которые могут связано рассказать вот об этом, об этом. Просто пройти интервью могут. Вот этих у нас катастрофически не хватает. Есть некоторое количество людей, которые вот в этом процессе они завязли, но не может рассказать о себе. Не может там, например, написать... Там есть такая у нас классическая задача. Написать тест-кейсы для интерфейса, там, логин, паспорт и кнопочка, там, понимаете, сабмит. Вот мы ходим вокруг этого сто раз, там, и ответ-то написан. Вот его даже выдумывать не надо. Он написан, надо выучить. Вот все есть. Но вот люди упираются в это во все. Поэтому разрыв, понимаете, есть разрыв между тем, что дико нужны люди, и их нету, и тем, что есть люди, которые не подошли к точке. Их нельзя посадить в поезд. Вот они там, где-то застряли. Вот этот разрыв. И вот мы с этим работаем. Это как бы у нас основное такое. Легко, вообще вот так одним щелчком уходят люди, которые соответствуют. Вот просто они как вот в космос улетают. Проблема в том, что есть люди, которые не улетают. А вот они где-то там сели и не... В общем, так не взошло тесто, понимаете? Я понимаю, да. Смотрите, вот эти вот люди, которые как тесто улетают, которые готовы уже и все остальное. Да. Это люди, которые пришли с какими-то дополнительными знаниями к вам в школу, и им надо было просто направить. Либо они получили всю информацию уже непосредственно у вас в школе. То есть вы спикли этот пирожок, и он готов сесть на поезд. Это как придется. То есть есть люди, которые пришли технически подготовленными. И есть такие позиции, вот куда улетать, где требования более высокие. И таки да, нужно было прийти с чем-то уже. Но в основном позиции, которые мы не можем, так сказать, легко заполнить, не требуют вот этого. То есть если человек пришел и был просто пользователем, ну вот он ходит там у него, не знаю, там на смартфоне, там где-то, может, десяток того плекушечек, он там, я не знаю, имейлы шлет в соцсетях, крутится, вертится и так далее. Я так вот даже уже перестал спрашивать, приходилось ли тебе как-нибудь Windows переустановить. Понимаете? Потому что я уже не ожидаю, что ему приходилось. Было время, когда люди приходили, говорят, ну да. А сейчас нет, сейчас вот из десяти человек, может быть, один скажет, что переустанавливал, когда ты вындущий. Но хотя бы пользователь. И если у него настроение правильное, и он пришел в школу, и он пашет, у нас самые успешные группы, это вот эти для приезжих. Потому что они съехались со всей страны, это уже барьер преодолен, это уже очень мотивированные люди. Им это дороже стоит, им надо прилететь, им надо снимать жилье. Фактически, вот при том, что курс стоит там 4,5 тысячи, у них легко может в десятку уйти. Вот со всеми остальными обстоятельствами. Поэтому вот эти просто ударные, они вот так идут. Те, кто местные, они более расслабленные. Но они как-то уже живут, у них какой-то процесс, какая-то семья какие-то. Ну да, да. Есть отходные пути, скажем так. Ну, есть какой-то путь жизни. Не то, что отходные, а вот есть, как они сейчас живут. У нас крайне мало единицы. Люди, которые обратятся с самолета и к нам, ну, в смысле, вот такие, знаете, лотерейщики там или еще какие-нибудь вот такие, что, ну, то есть, они еще ничего не делали, нигде не живут, вот они к нам приехали, чтобы выучиться и там дальше пойти. Этих у нас исключительно мало. Ну, вот, может быть, за год там, я думаю, что десятка нет. Этих очень мало. Потому что это самые тяжелые. Вот, поэтому, значит, у них помимо того, что с языком может быть и социальная адаптация, и они могут просто не понимать вообще этот мир, в который они попали, отношения, взаимоотношения и так далее, им очень сложно. Хотя разные бывают, конечно, бывают очень ничего. Но есть люди, которые приехали, у них есть там, не знаю, там 10 недель, 12, 13, там что-то. Они занимаются, как савразки, там день и ночь. Они подхватывают какую-то информацию. Может быть, даже в школе и не было, но он самостоятельно что-то подучил. То есть, они такие про-эктив такие, да? То есть, они внутренне активные. То есть, если ты сел и сидишь, это одно. Но если ты движешься, и тебе нужны люди, которые тебе помогают двигаться, это другое. Если тебе нужны люди, которые тебя перевезут, я не знаю, кто возьмется. Понимаете? Ну, ясно. У меня есть одну хохмочку только еще расскажу. У меня урок обычно первый начинается с того, что я рассказываю. Ребята, вот пять категорий студентов, вот к какой вы относитесь. Вы должны себя классифицировать. А я веду первый урок в каждом классе, в каждой группе. Я говорю, ну вот смотрите, вот есть студенты, мы их называем партнер. Первая категория партнер. Это очень легкая для нас категория, потому что они активны, они как бы обращаются к нам за помощью, мы с ними очень хорошо делаем вместе. Они слушают, что им говорят, они стараются как можно лучше выполнить свою часть работы. С ними очень легко. Есть вторая категория, я это называю хороший человек. Хороший человек это почти партнер, в том смысле, что он, как сказать, он благонамеренный. Но у него какие-то есть проблемы. У кого-то там, может быть, знаете, как социальные какие-то, он не очень общительный, стеснительный бывает человек. У кого-то с языком бывает, там, что-то такое не идеальное. Ну, вот такого плана. Какие-то вот есть ограничения. Кто-то постарше, знаете, бывает не то, что постарше, а сильно постарше. Вот это как-то уже начинает мешать ему и так далее. С ними тоже относительно легко. То есть, в той мере, в какой он готов выполнять свою работу, с ним можно иметь дело. Следующая идет категория, я это по-английски, когда я рассказываю, я говорю, джели фиш, вот медуза. А по-русски, вот я бы сказал, ни рыб, ни мясо. Вот такой полусонный, немотивированный человек. То есть, его посадят, он не отказывается. Он скажет, сиди, он будет сидеть. Ему скажут, лежи, он будет лежать. Ему скажут, стой, он будет стоять. Но чтобы он сам захотел поменять положение или что-то сделать. Или, допустим, сказали, сиди. Допустим, он сказал, а я там три раза приседания сделаю. Вот этого нет. И вот эти, например, вот они пойдут на практику. И если его там оставят, что бывает? Бывает. Они, в принципе, не то, что плохие какие-то. Но вот его там оставят, он будет работать. Если его не оставят, он никогда не будет искать работу. Он пойдет в сети калыч, какой-нибудь класс возьмет и так далее. Если его возьмут на работу, он проработает даже 3-4-5 лет. Мы видим это часто. И что-то случилось с компанией. А это всегда происходит. Через 3-4-5 лет. То есть, казалось бы, вышел на рынок, там 110 тысяч, там 120 тысяч, там, да, получил. Он тоже идет в сети калыч, он берет какой-то класс. Она обычно, это девочки. Вот. И потому что вот это competitive, activity, они не выдерживают конкуренции, они не выдерживают конкурентной борьбы. Они туда, где нет конкурентной борьбы. Сети калыч пришел, записался, там, 3 копейки заплатил, там, вот. Ну, да, получается то же самое у нас в тракинге получается, вот, как вы говорите, jellyfish, да, вот эти вот, ни рыба, ни мясо. У нас многие ребята приходят в тракинг, садятся как company driver, то есть, только рулят, получают зарплату по милям и не хотят расти. То есть, ни в лизинг как брать, ни покупать свой, то есть, без риска. Еще две категории, значит, еще две категории, значит, четвертая категория, по-английски я это называю, you owe me, да, то есть, ты мне должен, а по-русски я уже не помню, как я это называю. Короче, ему все должны. Мы все знаем этих людей, их много, вот, эти люди никогда не делают того, что должны делать. Скажем, если вот этот jellyfish, который, да, там, ни рыба, ни мясо, он как-то еще пытается, но он не мотивирован просто, и эти вообще ничего делать не будут, потому что они заранее знают, что ничего не получится, потому что их обманули, потому что уже какие-то злые силы все так сделали, чтобы у них не получилось. Злые силы могут быть индусы, которые не берут русских, это могут быть евреи, которые просто злые силы, это могут быть, может быть, аутсорсинг, который лишает, значит, надежды от человека, который живет в Америке, это может быть автоматизация, что теперь не нужны ручные тесты, это может быть абсолютно все, что угодно, но он свою часть делать не будет, никогда. Ему виноваты все. Вот, у меня тоже самое, у меня последний ролик этому посвящен. Ну, вот, ему абсолютно все у него виноваты, и это, как бы, тип такой, у меня это называется, увидел пьяного, отойди, то есть, ну, вот, отойди, ну, не связывайся, потому что, если ты начнешь с ними общаться и так далее, ты сам таким станешь, и, в общем, вот, есть такие люди, я хочу сказать, что трудно их выявить какими-то тестами, у нас еще психологические тесты есть, и тоже сложно, но мы сейчас накапливаем, у нас уже полтора года мы накапливаем информацию, мы ее не используем для принятия решений, но мы накопительно так, мы пытаемся понять, где, что, чего. И из Индии люди легко отсеиваются тестом, то есть, сразу видно, наших нет. Ну, извините, мне кажется, такие люди из системы, то есть, им дали вот, разложить вот это, то есть, у них такая работа, рутинная работа, делая вот это, и шаг влево, шаг влево, шаг влево, нет, да? Вот, и есть пятая категория, пятая категория, это люди, которые сами все знают. Например, в нашей ситуации типичный такой человек, он, например, говорит так, я, в принципе, мне эта школа-то не нужна, вот, я только пришел вот ради того, чтобы на практику сходить. То есть, у него есть свой путь, он на этом пути себе какие-то элементы там, значит, намечтал, поэтому к нам он пришел за этим, туда он пошел за тем, это он пришел за тем, дальше у него все это сыпется, и это тоже крайне неуспешная группа, их очень мало, но они тоже есть. Они очень живчики такие, знаете, они шустрят, они там все, но они не в состоянии действовать по плану, который им кто-то дал. У них всегда свой план, который отличается, и я, честно сказать, я понимаю, хорошо, я сам такой, не в том смысле, что я вообще не в состоянии, но я когда слышу что-то, я говорю, ага, значит так, в минуточку, в минуточку, я начинаю комбинировать, понимаете, вот. Но я, конечно, в состоянии следовать там за лидером, я просто понимаю вот эту вот, как бы, живость, думаешь там, когда тем более не понимаешь, что творишь, и ты думаешь, сейчас я вот тут, вот тут, вот тут, а он же не понимает, что, а там уже все углы срезаны, люди-то работают тоже не с улицы, поэтому вот такая категория. Вот примерно так, и я им говорю, ну вот вы кто, вот кто вы, вот сейчас группа началась на той неделе, все, либо партнер, значит, либо хороший человек, один был человек, который джелифиш, а все, и никого больше нет, никто не говорит, you owe me. То есть они это, получается, себя классифицируют сами. Почему это важно? Потому что, если ты не делаешь домашнее задание, ты кто? Вот ты сказал, что ты партнер, но разве партнер может не делать домашнее задание? Не делает домашнее задание, не делает джелифиш. Точнее, джелифиш его делает так, чтобы отделаться левой ногой. А допустим, you owe me, вот это вообще делать не будет. Поэтому, ну ты же партнер, ну давай, что ж ты? То есть, понимаете, ты же выбрал, ты же не сказал, что я вот этот. То есть это как бы некоторый инструмент психологического воздействия. Не то, что мне зачем-то это нужно, понимаете, но им нужно. Вот эти вот четвертая категория, которую вы называли, виноваты все вокруг, а не я. И пятая категория, что мне надо вот это, вот это, вот это, а потом все не получается. И он автоматически переходит уже в четвертую категорию, виноваты все, а не я. Не обязательно, не обязательно переходит, не обязательно. Он начинает заново комбинировать, он начинает, он может быть очень позитивным при этом. Они вообще многие исключительно позитивные. Они не мрачные, не злые Нет, то, что я имел в виду Нет, у них не получается Но это просто повод, чтобы заново Как-то переставить Выстроить свою новую Более того, они в какой-то момент Могут сказать, слушай, я что-то устал Давай так, скажи, что я сделаю И они как стрела вылетают Они очень деятельные И они очень способны Они просто не в состоянии действовать По чужому алгоритму, который им дан извне Они настолько активные Что им нужен свой алгоритм Но когда он понимает, что не работает А он видит, люди вокруг Этот пошел, тот пошел, этот пошел А я все сижу Он же в коллективе, он же в группе Все ушли, а я все, он говорит, что со мной не так И он говорит, ну а что ж ты, вот это, вот это Что и все, я говорю, да Да я легко, я говорю, давай Понимаете, бывает человек через два года Приходит и говорит Миш, я вернулся, ничего не говори Не говори ничего, я все знаю, я все понял Просто пошли, я говорю, пошли Ясно, ясно Смотрите, получается Вы сказали, что Дневное обучение Точнее очное обучение Если так называть его Четыре с половиной тысячи Онлайн Сколько это для людей? Тысяча, да? Да Тысяча, да По поводу статистики Вот люди, которые выходят С вашей школы Я понимаю, что статистика онлайн Это вообще неконтролируемое что-то Вот именно люди, которые прошли очное обучение Вот есть какая-то статистика трудоустройства Ну конечно Сколько люди понимают Что вот мы обучились Мы прошли Даже прошли Устроились на практику куда-то Практику пошли Но на самой практике Когда мы, получается Влились в ту рабочую среду Как это будет уже вне школы Именно в жизни Они понимают Что это Ну, разные причины могут быть Либо мы не дотягиваем Либо мы понимаем, что это не мое И мы не хотим связывать дальше И просто уходят Это редко бывает Больше бывает так Они говорят Ну я на практике был А теперь отведите меня на работу То есть упирается не в то Что он понял, что это не его Что бывает Но редко А упирается в то, что он говорит Да, но что, я теперь сам работу что-ли буду искать Они когда на практику идут Многие У них мысль о том Что меня там должны оставить А если его там не оставили Это оскорбление Это, во-первых, разрушилась вся система Потому что он все это делал Чтобы пойти на практику И там остаться Почему он так думал Ну вот, например, у него там есть подружка Или там знакомый Или родственник Или кого-то он знает Кто вот так пошел И его оставили Поэтому он говорит А ой, смотри Можно же не искать работу Можно же Вот так можно И дальше все строится на этом Я им говорю десятки раз Я говорю Ребята, вы не для того на практике Чтобы там вас оставили А вы для того, чтобы получить вот эту вот Маркетабилити И не зависит ни от кого Ты же не хочешь быть рабом вот этой работы Ты хочешь Свободный человек Который пошел И нашел работу Всегда, когда нужна работа А не когда вот его Кто-то там за руку привел Но Вот как бы вот это Вот этот джелифиш Вот этот вот Он пойдет на практику Потому что его отвели за руку Его за руку отвели А дальше ему говорят Надо работать То есть надо Вот тебе резюме Я делаю резюме То есть не то, что у него нет резюме Вот тебе резюме Вот тоже А следующий уровень Дет клиренс Вот у нас было интервью Такой маленькой группки На Интерниче На практику А вот у нас тоже интервью В маленькой группке На Джоб Маркет Мы снова отрабатываем историю Расскажи о себе Ну уже с учетом там практики Из проектов Расскажи о проектах Расскажи, чего делал Расскажи, как делал И так далее Мы делаем так Чтобы он уже не шел на рынок Тренироваться Он шел на рынок Пойти и взять работу Продать себя подороже Нет, не надо дороже Это не имеет никакого значения Первая работа Вообще не имеет никакого значения Сколько ему там платят Там же не платят 12 долларов Все равно Там платят Ну я не знаю Ну 25 Ну если уж совсем Там не удалась жизнь Там 22 Вот сейчас такое маленькое вступление Как раз таки Первая работа Это примерно На что рассчитывать Вот диапазон Если финансовые части Я скажу так Когда человек Сильно интересуется Зарплатой на первой работе Я понимаю Что он не понимает О чем речь вообще Потому что Вот так же как иммиграция Вы знаете Вот все время говорят Вот я приеду в Америку Сколько я буду получать На старт Кого колышет Ой, да я не поеду Я сейчас в Москве Там больше зарабатываю Ну зарабатывай Понимаете То есть он хочет приехать И в первый день Чтобы у него был скачок А иммиграция Это долгосрочная такая Пластинка Допустим Он через 5 лет Будет получать столько Что ему в Москве Не снилось никогда Но он хочет Сейчас вот там То же самое Сколько получать На первой работе Ну есть вилка какая-то Я же про тебя не знаю Я говорю Что вилка такая Что где-то 25-35 долларов Это как бы основная масса Укладывается вот в эту вилку На первой работе Но бывает 22 Бывает 18 Это не знаю Один человек на 100 Может так быть Ну и 40 бывает Тоже бывает Ну то есть диапазон Примерно понятен Ну грубо Ну 25 Ну 28 Ну 30 От места зависит В Кремниевой долине Это одно Там скажем Во Флориде другое Немножко там где-то В Чикаго третье Немножко Не драматически Ну все-таки От ситуации От человека От английского От возраста От образования Ну как сказать От способности Просто себя продать Один светится А другой смурной Ну вот как Который светится Понимаете У него соответственно Там три оффера было И он может как-то Это обговорить А когда у тебя один Ты берешь то, что есть И самое главное Не имеет никакого значения Сколько тебе дали Вот допустим Дали тебе там Не знаю 20 долларов в час Например Если у тебя три оффера есть Или даже два Выбери там Какой-то Ну если тебе один Возьми 20 долларов в час Через три месяца Начинай искать работу Будет у тебя 28 Может быть 30 будет Я знаю людей Которые за год-полтора Выходили за 100 тысяч В год Начиная с любых денег Не имеет значения Понимаете Вы можете проработать Скажем Дали человеку 20 долларов в час Он проработал 3 месяца Или 6 Или 12 Вот когда он пошел На вторую работу С этих 20 долларов в час Он получит свои Ну пусть будет 30 И неважно Был он там 3 месяца 6 Или 12 Понимаешь Поэтому Если ты хочешь деньги получать Ты должен поначалу Несколько Проектов поменять Кто-то чувствует себя достаточно уверенно После 3 месяцев Чтобы скакать дальше Кто-то Ему нужно 6 Кто-то Вот он сел И будет держаться Пока Я не знаю Его оттуда не утащат Я знаю Вот девочку у меня есть Я внучку как-то на концерт Там повел А у меня эти студенты Их дети Такие как Мои внуки Вот И Я говорю А где ты там Я помню Она была на практике Там 22 доллара в час Хорошая такая жирная практика Вот И они там вечно могут сидеть Их не выгоняют И она говорит Я все там же Я говорю А сколько Она говорит 22 Я говорю Так хорошо Что ты 3 года за 22 доллара в час работаешь Говорит Ну мне удобно Я через дорогу У меня двое детей Я там в садик Вожу Ну в той мере В какой ей Комфортно Дай бог здорово Что я могу сказать Но Любые варианты Есть на свете Значит Кто в этой ситуации Будет страдать Человек который хочет Чтоб его за руку отвели Раз Дали много денег Сразу Два Держали бы Независимо ни от чего Три Повышали бы зарплату Независимо ни от чего Четыре И это абсолютно Не Несуществующая в реальном мире Комбинация вещей Поэтому так не бывает Вот И при этом Как бы опять Они ему должны все Понимаете То есть Очень важно Очень важно И как бы моя часть В этой школе Моей работы Состоит в том Чтобы Человек Комфортно Комфортабельно Находил работу Нужна работа Пошел Нашел работу Самая первая работа Самый сложный поиск Но когда ты Второй Третий раз Это уже такой Кайф начинается Понимаешь А когда ты уже Два-три года поработал Уже тебя все ищут Понимаешь И ты там Десять резюме послал Там восемь интервью До следующей недели Вот И значит И Да Ну еще раз Но ты должен Хотеть это делать Ты должен Сказать себе Я не побитый И несчастный Сирота Казанская И если меня сейчас Кто-нибудь за руку Не отведет То я уже Такой лузер Что ничего в жизни У меня не будет Потому что Если ты это говоришь Ну ты и есть лузер И ничего у тебя не будет Ты правильно говоришь Если ты Говоришь Я пойду Я добьюсь Я сделаю У меня все в моих руках Ты пошел Сделал все в твоих руках И я не могу Ничего в этом смысле Изменить Понимаете Конечно Среда Конечно Люди вокруг Конечно Когда ты видишь Как пошло 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 Вот И ты начинаешь Если ты способен Чтобы у тебя глазки светились У тебя глазки светятся Потому что Вся обстановка Она как бы В пользу этого Но Если нет Только нет То есть примерно Я понял Да Ну вот видите Люди Опять-таки У меня Перед тем Как начать интервью С вами Люди Многие Прислали какие-то вопросы То есть я как-то Это сделал заранее Давайте Да Ну тут как бы Не список вопросов То есть на многие Вы уже ответили Думаю Ребята Которые будут Потом пересматривать Они Думаю Поймут Там Рожевый Прямо Конкретно Вот Зачитал Такой-то вопрос Такой-то задал То есть Это не будем делать Многие уже получили Свой ответ Опять-таки Касательно Трудоустройство Сейчас Нет такой тенденции Что рынок уже Перенасыщен Скажем так Людьми Которые занимаются Именно Кьюэй Что Или сейчас наоборот О тенденциях Давайте То есть Получается Вот я знаю Что вот сейчас Как вот я Эту ситуацию вижу То есть Для меня Мне кажется Рынок он наоборот Все растет И растет Потому что Новые аппликейшены Каждый день появляются Это тестирование Любого программного Успечения То есть У нас сейчас Холодильники Уже с какими-то функциями Там Чайники И все остальное Плюс Сети Плюс Ну мы Не учим Тестировать Вообще Все что движется У нас В общем-то Такая Относительно Узкая специализация Достаточно широкая Узкая специализация То есть Мы Учим их тестировать Веб-приложения И мобильные приложения Но Это уже не маленький рынок Конечно Конечно Нет Но это не холодильники Там со встроенными Микропроцессорами Значит Тенденция такая Сейчас холодильники Такие есть Которые Можно Выйти В интернет И Ну мы не этому учим Значит Есть Тенденция К тому Чтобы Тесты Которые Люди пишут Автоматические Тесты Чтобы они Включались В общий Процесс Как бы Выпуска Продукта То есть Если раньше Например тебе давали Какой-то релиз Там Билд И против него Можно было бы Какие-то тесты Гонять И потом Какое-то решение Принимать И так далее То сейчас Как бы Процесс Автоматически Идет То есть Вот там Программисты Внесли Свои изменения И там Скажем В 1 часов вечера Пошел Компилировать Новый билд Какие-то тесты Там были Он его прошел Прошел Значит Подгрузили Не прошел Значит Откинули Вот Поэтому Тестер Который раньше В углу сидел И что-то там Такое себе делал Он теперь Должен участвовать Вот в этом процессе И получается Что Ожидание От человека Который В тестировании Такое Что он все-таки Какой-нибудь язык Программирования Должен знать Не то чтобы Там Сильно знать Он не должен Быть программистом Но по чуть-чуть По чуть-чуть Это не значит Что на 20 долларов Час И даже на 30 От тебя хотят Уже какой-то Автоматизации То есть Вот эта нишка Вот эти вот 20, 25, 30 Даже 35 Вот Оно Оно есть И там есть Ручное тестирование И как бы Этому Жить можно Вот Но если ты хочешь Двигаться Ты не можешь Двигаться Без того Чтобы изучать Языки программирования Дальше Найди работу Я не имею ввиду До того как Ну 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 Уже нашел работу Но сразу Начинаешь Вот Это двигаться В автоматизацию В какой-то Нехитрое программирование Там Python Java Ну что И дальше Еще что получается Вот человек Работает где-то Ручное тестирование Молодец Все хорошо Вот его взяли Когда-то там На постоянку Там 60 тысяч 65 Это типичная Такая Начальная Зарплата Он там 5 лет Проработал У него Не знаю Там 85 Кончилась работа Вышел на рынок На него смотрят У него 5 лет Опыта За 5 лет Опыта Он уже должен Вот Столько знать Так И уже там Должен Скажем Просить 110-120 тысяч Например Что в общем-то Довольно распространено А его и 85 устраивает Понимаешь И он ничего такого Не знает И грубо говоря Он Не тянет Он за эти 5 лет Должен был научиться Чему-то А он не научился И если он Рассматривает Свою вот эту Квалификацию И Ну свою жизнь Профессиональную Вот так Вот как Джелли Фиш Ну значит Оно так и есть И это его выбор Понимаешь Никто не может Его заставить Все люди Которые работают Тестирование Они все знают Что нужно двигаться В автоматизацию Нужно двигаться В программирование Знают все Но дальше Он может двигаться Или не двигаться Если он не двигается Значит это неизбежно Произойдет И его выкинет Оттуда И его существование Станет таким Довольно Довольно Несимпатичным Вот Но С точки зрения Того что он вышел Из школы Есть ли ручная работа Есть Есть ручное тестирование И Я не говорю о том Что никто не мешает Ему допустим Прежде чем он к нам придет Какие нибудь курсы Пройти там И по той же Джаве И по Пайту Ну что ему не подготовиться У нас есть курс По автоматическому тестированию Для тех Вот я кстати Хотел спросить Да То есть Вы какие-то Басы Устаете Ну конечно У нас хороший курс Серьезный У нас есть продвинутый Для тех Кто уже работает Там и так далее Но Даже в онлайн классе Мы с них денег За это не берем Но даем им доступ К тому курсу Который мы записываем Который мы записываем Здесь на Кэмпусе У нас пишутся Те самые лекции Вот И Да Сейчас Одну секундочку Светик Светик Пожалуйста Это просто Просто невозможно Пожалуйста Пожалуйста Вот И Значит Что сказать Ну если у тебя нет Внутренняя активность Значит тебе хана Никто тебя не спасет Они как-то Ни бог, ни царь, ни герой Понимаешь Тебе как Тебе хана Вот И Технологии Это Динамичная область Ты допустим Два-три года Ничего нового не выучил Тебя вынесло Ты уже на обочине Если ты идешь в это дело Ты должен постоянно Набираться Набираться Должен расти Это должно быть твоим Вот вы говорите Я работаю на траке Это не мое Но вы работаете Потому что деньги платят Понимаете То же самое в тестировании Там есть много людей Которые работают Потому что им нравится Деньги получать Но Это не их Понимаете Если человек делает что-то Что не его Его рано или поздно Куда-то выносит Или в какие-то Нервные заболевания Или он какой-то бизнес Начинает делать Или он там Ну я не знаю что Есть очень много людей Которые потихонечку Влюбляются в эту профессию Она классная на самом деле Вот Влюбляются И они расцветают в ней Есть люди Которые не влюбляются И не расцветают А их браки так полно Вроде замуж вышла Понимаете А так вот и А семьи нет Правда Вот Вроде в эмиграцию приехал А все тебе плохо в этой стране Все тебе не так Вот И вот И здесь то же самое Ну да Ясно Смотрите Вот по поводу Если вернуться к рынкам Вопрос был такой Локальный То есть Калифорния К примеру Чикаго Нью-Йорк Вот Примерно Где Спроса больше На QA Вообще Есть Как бы сказать Варьирование Такое Калифорния Очень большая Кстати В Калифорнии Есть рынок Сан-Франциско Кремниевая долина Это один рынок Дальше там Начинается Сан-Диего Оранж-Каунти Лос-Анджелес Это еще три рынка Есть Сакраменто Это четвертый рынок Флорида Уж насколько Небольшая Флорида Но Там тоже Четыре рынка Там На севере Джексонвилл Там Дальше Орландо И на юге У нас Тампа И Майами Форт Лаудердейл Вот даже Во Флориде Четыре рынка Но они Они маленькие Нью-Йорк Чикаго Очень большие рынки Они Не сто процентов Как Кремниевая долина Допустим Там 50-60-70 Вот такого масштаба Это очень Очень большие рынки Там Периодически Бывают Какие-то Затыки Затык может быть В любом месте Например Вот скажем Орландо Там Это небольшой рынок Но скажем Может быть Там Три-четыре месяца Вообще Ни одной позиции Не вышло Вот А потом Вдруг смотришь Там Полгода подряд Метет Только человек Раз Его нет И сорвало То же самое Майами То же самое Тампа В Нью-Йорке В Чикаго В Сиэтле Тоже Вот То очень классно Ну просто Раз там За неделю Там И весь выпуск Съел Там 7-8 человек В онлайн Классе у нас много Вот А допустим Лос-Анджелес Я не помню Чтобы когда-то Был затык То есть Лос-Анджелес Очень жрущий Такой Лос-Анджелес Сан-Диего Уронж-каунти Вот Так далее Техас Очень хороший Любой большой город В Техасе Там И Остин И Там Что там Даллас И Хьюстон Очень хорошо И Денвер И Филадельфия И Ну Я тебе знаю Все что там В голову Воспредет Вот Есть рынки Такие более Специфические Вот Например Например Портленд В Орегоне Там есть работа Но там Повыше требования Вот Как-то так Получается Хотя тоже Вот там Работают У нас Бывает У меня еще Бывают Такие Знаете Приезжают Из тех Краев Совсем Молоденькие Сразу После Хайскул Таким Обычно Молодежь Такая Баптистская Танки Светлые Такие Хорошие Ребята Труженики И Служники Тоже Работают Я очень Волнуюсь Потому что Я думаю Черт Там такое Место Тяжелое Вот Работают Вот Но Опять Но Надо Быть Светлым Надо Быть Работоспособным Надо Надо Стремиться К чему То Если Это Нет Тебе Любой Доктор Такой Рецепт Пропишет Что Не Не Нужно Меня Спрашивать Это Вам Каждый Скажет Вот Любой Человек Конечно Какие У него Шансы Нет Чудес Понимаете В смысле Ничего Не Делал Ничего Не Делал А Вот Как Так Раз Вот Периодически Но Сметает Всех То Без Работы Никто Не Останется Есть Некоторые Колебания Спросы И Предложения Есть Некоторые Колебания В отношении К тому Что У человека Гринкарты Еще Нет Разные Есть Причины Для Этого Но Если Разрешение На Работу Есть Гринкарты Нет Вот Сейчас Некоторое Обострение В этом Смысле Хотя Уже Уже Сейчас Недостаточно Разрешение На работу Должна Еще Гринкарта Быть Или Ну Вот Первый Вопрос Гринкарта Есть Нет Спасибо До Свидания Все То есть Речь Даже Не Заходит О том Что У меня Как бы Другой Статус Но У меня Есть Отрешение На Работу То Я Больше Скажу Ты Говоришь Есть Гринкарта А А Какая Потому Что Если Через Брак Например А Как Получил И Брак Может Все Так Что Ну Вроде Сейчас Смягчилось Немножко Смягчилось Но Для Этих Людей Рынок Вдвое Сократился То есть Половина Компаний Уже Рассказывают Не Станут Очень Динамичная Область Никто Гарантии Никакой Не Даст Не Выпишет И Гарантия В Вас Лично И Кроме Того Есть Еще Такой Фактор У Человек Как Открытость Допустим Буду Вот Где Будет Туда Поеду Я У Тяж Семья Вот Поеду Три Месяца Вернусь На Три Месяца Куда Хочешь Можно Поехать Но У Тебя Опыт Есть У У Меня Есть Паренек Один Он Недавно Приехал Из Не Мог Работу Найти Очень Активный Был Интервью Было Десятками То Целая Группа Которая Учился Не И Он Поехал Во Флориду За Какие Смешные Копейки Семья Осталась Он Поехал Во Флориду Через 7-8 Месяцев Он Вернулся За Неделю Три Офера На Месте Поэтому Открытость В преодолении Трудностей То есть Понимание Того Что Ты Долгосрочную Штуку Делаешь Не То Что Месяц И Хрен Да Нет А Ты Решаешь Какой Вопрос Который На Многие Годы Определяет Твою Жизнь Дальше И Когда Ты Понимаешь И Ты Готов Как Бо Участвовать Вот В этом Процессе А Не Еще В Каком То Который Ты Себя Придумал И Который Конечно Не Смолучится И Конечно Тебе Все Будут Виноваты Кроме Тебя Понимаешь Но Ну Да Как Заранее Это Все Можно Заранее Предсказать Вот Скажи Мне Что Ты Думаешь Я Сразу Скажу Что С тобой Произойдет Другое Дело Что Люди Меняются Они Адаптируются Человек Адаптивное Существо Он Начинает Соображать Понимать А Ну Хорошо Пойдем Туда Работает Тут Пошли Туда В основном Люди Адаптивные Ясно Касательно Документов Именно Чтобы Приехать К вам Учиться Требований Никаких Нет То В принципе Могу Отучиться И Потом Мое Дело Дождаться Документов Если Какой-то Процесс Идет Я Понимаю Что У многих Процесс Легализации Разный Ну Ведь Смысл Учебы У нас Состоит В том Чтобы Пойти На Рынок Сразу Если Вы У нас Отучились А на Рынок Вам Можно Только Через Пять Месяцев Зачем Приходил Может Кто-то Решил Уехать Куда-нибудь В Россию Обычно Нет Ну Так Чтобы В Россию Уехать У нас Такие Не Учится У нас Бывает Что В подаче На Политику И Он Знает Что Допустим Там Через Четыре Месяца Будет Решение На Работу И Он Приезжает И Значит Он Учится И На Практику Мы Можем Его Безрешить На Работу Тоже Отправить Есть Компания Где Возьмут Вот Бесплатно Конечно Там И Да И Как раз Который момент Когда Закончится У него Будет Зарешенная Работа Уже Можно Двигаться Есть Такие Люди Которые Стараются Вперед Это Сделать Да Насчет Оплаченной Практики Тоже Мы Как бы Всем Говорим Что Мы Не Контролируем То Наверное Половина Практики Может Быть Даже Больше Оплачено Ну Там 15 Немного Но Мы Не Контролируем Человек Пришел На Интервью Или Он Прошел Или Не Прошел Мы Можем Посылать На Интервью Это Правда Но Мы Говорим Мы Не Контролируем Значит Если Тебе Нужна Именно Платная Ну Может Ты К нам Не Ходи Пойди Куда Тебе Сделают Платную Хотя Я Сомневаюсь Что Такое В природе Вообще Есть Но Почему Люди Которых На Бесплатную Никто Не Возьмёт Потому Что Они Абсолютно Не Дотягивают Ну Ни В Каком Смысле Вот Такое Удивительное Сочетание То Есть У Него Какой Клубок Проблем Который Кто За Него Должен Решить Включая Проблемы Того Что Просто Выучить Материал Не Жалко Что На Интервью Послать Но Почему Ж Я Взял Вот И Тогда Все Более Менее Сложится А Если Ты На Себя Не Брал Ничего Небудь Понял Смотрите Такой Вопрос Еще Я Понимаю Что Вы Затронули Именно Трудоустройство То Человек Прошел Интервью То Прошел Какую Стажировку И Вот Его Не Оставили Даже В Этой Компании Вот Выш Не Надо Чеш Пошел Искать Работ Нормально Ну да Вот Диапазон Опять таки Та же Самая Вилка Вот Пример Самый Быстрый Человек Который Нашел После Этого И Самое Долго Который Человек Ждал Работу Каких То Не Предложения Именно Когда Он Устроился Ну Подождите Давайте Значит Человек Может Начать Искать Работу До Того Как Например Закончился Его Интерншип Есть Люди Который Пошел На Три Месяца На Интерншип Уже Через 5-6 Недель Начинает Искать Работу Он Приходит Мы Ему Делаем Резюме И Он Пошел Никто Жему Не Говорит Надо Обязательно Чтобы Закончилось Вот Поэтому Я бы Отмерял Не От Окончания Интерншипа А Я бы Отмерял От Момента Как Он Пошел Искать Понятие Искать Работу У нас Очень Четко Расписано Более Того Если Вы Не Ищите Работу Так Как Вам Сказали И И И И И И Я Могу Письменную Расписку Дать Что У вас Не Получится Ничего У У У У У У Очень Изощренные Алгоритмы Вы Сидит Представить Не Можете Насколько Изощренные Вот И Насколько Чего Нет Никаких Шансов Потому Что Рядом С ним Есть Люди Которые Используют Изощренные Алгоритмы У Тебя Не Потому Шансов Нет Что Ты Родился Таким А Потому Что Рядом С Тобой Толпа Народу Которые Используют Изощренные Алгоритмы А Ты Нет И Тебя Нет Там Где Эти Люди Есть Тебя Нет Рядом Поэтому Очень Важно Быть Вот В Этой Группе Они Не Где То Ищем Поэтому Значит Искать Работу Выполнять Определённые Телодвижения Которые Как раз Таки Учите И Рассказывать Ну Как же Ну Что Понял Хорошо Учим Индивидуально Консультируем Он Может Прийти В любую Секунду Что Конечно Львиная Доля Моего Времени Уходит Именно На Это Я Мало Урок Ведом Почти Не Ведом Значит Да И Может Быть Скажем Вот Сейчас Мальчик Вот Недавно Вчера Что Ли Позавчера Написал Готов Две Недели Там Нашел Работу Бывает И так У нас Локально Что На самом Деле Довольно Неплохо По Сегодняшним Временам То есть Когда-то Это Было Обычное Дело Сейчас Процесс Стал Более Таким Муторожным Поэтому Если Сейчас Человек Находит Работу От Месяца До Это Очень Нормально Поэтому Разброс Разный Поди Знай Вы Там Говорили Про Статистику Есть Официальная Статистика И Если Вы Зайдете На Наш Веб Сайт Вот Первое Что Есть Получается Мы Жим Лицензированная Школа Нас Три Шкуры Сдирают Нас Еще Контролируют Чтобы Мы Все Правильно Сделали Есть Алгоритм Расчетов Это Не То Что Я Думаю Сейчас Новые Требования У них Что Когда Ты Заходишь На Страницу Школьную Вот Это Вот Ссылка На Все Эти Дела Должна Быть Сразу На Первый На Home Пейдж Вот И Вот Если На Наш Страниц Придете Прям Вот Написано Вот И Там За Последние Два Года Там Вот Поэтому Есть Официальная Статистика Она Считает Так От Момента Окончания Курса Человек Должен Считается Работающим Если Он Нашел Работу В Течении Шести Месяцев От Окончания Если Он Нашел Через Шесть Месяцев И Один День Уже Нет Поэтому Так Интересно Значит От Года От Момента Времени И Так Далее Я Пошел Чего Он Делал Может Быть Он На Бесплатном Интерншипе Был Четыре Месяца И Он Вроде Б Занят Но Он Не Закончил Но Он Денег Не Получал А Потом Он Пошел За Три Недели Нашел Работу Но Это Выпало За Шесть Месяцев Поэтому Я Понимаю Условность Этого Всего Когда Человек Какая Статистика Он Думает Я В Какую Статистику Попадаю Куда Я Попадаю Но У Нас Есть Люди Которые Находят Работу Что-то У Нес Случилось Куда То Он Делся Там Уехал Приехал Раз Нашел Работу Год Прошел Но В том Смысли В каком Он Искал И Нашел Я Доволен Я Считаю Что Это Успешный Случай С точки Зрения Попадания В Статистику Мы Не Знаем Кроме Того Есть Люди Которые Исчезли Мы Не Знаем Где Они Где Есть Но Не Так Чтобы У Нас Небыл Контакт И Мы Там Пишем Вот Сток Это У Нас Работает А Сток Это Мы Не Знаем Где Они Это Отдельно Мы Не Отдельной Шкалой Отдельной Графой Они Идут Не Известно Где Поэтому Если Было Известно Где Наверное Было Еще Там Больше Этих Очков Но Опять Все Это Условность Все Это Ничего Не Говорит На самом Если Ты Понимаешь О чем Речь Ты Не Станешь На Это Смотреть А Ты Станешь Смотреть Может Быть Наше Видео Ты Увидишь Успешных Людей Ты Начнешь С Ну Скажем Статистика 90% Например И Тут Приходишь Ты Но Ты Может Быть Абсолютно Четко Вот В Тех Десяти Кто Тебе Сказал Что Ты В Этих Девяносто Понимаешь Ну Это Понятно Такие Статические Статистические Данные Усредненные Все Остальное Вот Вы Сказали Про Стажировка Да Вот Говорите Кто Тва Месяца Кто Может Быть Четыре Месяца То Есть Это Не Регламентировано Никак Как Вообще Самое Короткое Самое Короткое Это Шесть Недель У нас Есть Самое Продолжительное Обычно Месяца Три Но Бывает Что И Четыре А Бывает Что Три А Просят Еще Задержаться Пока Там Релиз Будет Через Две Недели Через Три Через Месяц Это Зависит Особенно Если Деньги Платят То Могут Вообще Продлить Допустим Брали На Три Месяца Платили 15 Долларов Потом Говорят Хотите Еще На Три Месяца Например Задержи 15 Долларов Например Очень Многие Это В принципе Зависит От Ничего Страш Если Платят 15 Доллар Кто На Меня Обижаться Будет Потом Все Понимают Что Человек Из Школы Что Он В Принципе У Него Цели Более Высокие Там Поэтому Нет Там Без Обид Кроме Того Мы Говорим Если В Такую Ситуацию Пришли Вы Нам Скажите Нам А Мы Уже С Менеджментом Договоримся Кого На Замен Пришлем Еще Что То Когда Человек Попадает На Стажировку Получается Его Берут На Конкретно Какой То Проект Правильно То Пока Проект Жив Или Проект Или Два Проект Или Три Проект Совершенно Не Имеет Никакой Такой Регламентированной Структуры Вот Сколько Компаний Столько Разных Идей У Них Поэтому Мы Даже Не Думаем Они Приходят Интервью Я Просто Для Себя Немножко Понять Шесть Недель Либо Полтора Месяца Либо Три Месяца Диапазон То Мы Должны Дойти Какой Конкретной Точки И Не Обязательно Вот Та Компания Где Шесть Недель Там Три Проекта За Это Время Проходит Они Участвуют В Трех Проектах Это Консалтинговая Компания Она Тестирует Там Для Своих Заказчиков Вы Будете Есть Динамика Опять Есть Компании 50-60 Которые Стабильно Берут Но Их Покупают Они Закрываются Возникают Новые Компании Менеджеры Уходят Другую Компанию Начинают Брать Туда Это Целый Такой Громоздкий Механизм Который Складывался 20 лет Строится На людях Которых Мы Давно Знаем Которые У нас Учились Или Может Супруги Или Друзья И Лет Десять Назад Сейчас Индусов Много И Американцы И Так Далее Это Тоже Такая Сложная Махина Она Непростая В управлении С нашей Страны Отдельно Ясно Понял Посмотрите Теперь Вот Пример Про Автоматизацию Какие Языки Программирования Вы Считаете Наиболее Востребованы На сегодняшний День То есть В каком Направлении Надо Подтянуть Себя Либо Хотя Бо Знать Какие Азы Чтобы В дальнейшем Углубляться Конечно Чтобы Расти Есть Два Языка Которые Очень Востребованы Сегодня В автоматизации Это Python И Java Поэтому Любой Годится Python Как бы Попроще Это Скриптовый Язык То есть Если Человек Никогда В жизни Ничего Ни ухом Ни рылом Всего Боится Ну Наверное Пайтон Попроще Будет Вот Если Он Например С техническим Образованием И Собственно Ему Пофиг Я бы Сказал Java Учена Посложнее Надо Стараться Делать То Что Сложнее Когда Ты Делаешь То Сложнее Тогда Если Ты Можешь Делать По максимуму Той Сложность Которую Ты Выдерживаешь Тогда У тебя Будет Меньше Конкуренции Если Твой Потолок Python Учи Пайтон Ничего Ты Можешь Пойти Java Или Еще Что Более Заковыристое Со Временем Иди Иди В два Языка В три Языка Почему Два Языка Не Знать Они Взаимозаменяемы Дэдпайтон И Java Или Это Есть Задачи Которые Можно Решать На Любом Из Них Есть Задачи Которые На Одном Проще На Другом Сложнее И Вы Приходите Еще В Знать Более Менее Еще Лучше Ну Как Не Надо Пытаться По Минимуму Проходить Если Не Знаете Никакого Вы Учите Один Любой Я В основном Мы В основном Дневные Группы Которые У нас Идут Днем На Кампусе У нас Еще Вечернее Но Те Которые Дневные Они Все На Java А Вот Вечером У Нас У Уже Есть Там И И Python И Java И Ruby У Нас Есть Там Более Диверсифицирован Ну Для У меня Сейчас Пока Языки Программирования Далеко Мы В школе Только В Паскале Что-то Там Делали Такое Вот Ну Хорошо Ладно Я Примерно Понял Еще Такой Вопрос Был Касательно Стартапов То Как Часто Люди Попадают Стартапы Как Часто Люди Создают Свои Стартапы То Если Коснуться Этого После Вашей Школы Кремниевая Долина Такое Места Где Стартапов Много Есть Места Где Стартап Редкость А у Нас Их Много И Кроме Того Еще Раз Как Иммиграция Допустим Вы Хотите Жить В Сан Франциско Это Не Значит Что Вы Должны С Первого Дня Жить В Сан Франциско Вы Можете Пожить Там Немножко Во Флориде Потом Пожить Немножко Там В Пенсильвании Потом Пожить В Чикаго А когда Уже Так Все Сложилось Подошло И К месту Вам Быть В Сан Франциско Когда Уже Ваше Место Приедете Пожить В Сан Франциско То Самое Стартап Если Вам Захочется Когда Нибудь Работать В стартапе Вы Всегда Будете Работать Стартап Это Ваш Выбор Но Вы Должны Прийти В точку Где Вы Можете Выбирать Человек Который В Профессиональном Плане Представляет Из себя Некий Такой Полуфабрикат Не Может Выбирать Понимаете Поэтому Начните Работать Куда Возьмут Туда Возьмут Я Вот Говорю Что Первая Работа Она От Бога Она Пришла Ты Взял Вторая От Тебя Вот Как Ты Искал Что Ты Делал Как Ты Рост На Этой Работе Как Ты Искал Это Уже Много От Тебя Зависит А Первая Работа Она Упала И Упала Стартап Не Стартап В Стартапах В принципе Требования Выше Потому Что В Стартапе Нет Большой Толпы Народу Где Каждый Делает Маленькую Штучку Поэтому Стартап Обычно Попасть Сложнее Но С другой Стороны Если Делать Какую Совсем Базовую Работу Допустим У них Там Денег Мало Вот Они Пришли Стартап В Школу И Взяли Бесплатных Практикантов 5 человек Потом Двоих Из Них Оставили Вот Тебе На Три Месяца Контракт На 15 Долларов Час Например Ну Ну Хорошо Поработал Ты Три Доллара Три Три 15 Долларов Час Тебе Могут Сказать Ты Знаешь Что Мы Тебя Оставляем На Постоянку Там 42 Тысячи И Нигде В Мире Тебе Не Предложат Эти 42 Тысячи И Даже 48 Если Только Ты Вот Так Вот С Есть Профессия Так С Этой Профессией Ты Можешь Работать Вот Тут И Там И Здесь Там И Тогда Это Уже Не Важно Ну Вот Как Есть Водитель Человек Имеет Права Вы Можете Купить Тойота Можете Мерседес Можете Купить Киа Много Разных Хонду Но Начинается С того Что Есть Водитель Когда Водителя Нет А он Говорит Я Если Это Слово Мерседес А Не Ключевое Слово Что Я Езжу На Своем Автомобиле Это Так Сложно Да Ты Не Перескочишь С одной Машины На Другую Слишком Много Условий Ты Нагрузил Это Все Стартап И Стартап Ни Один Чек Который Хотел Обработать Стартап Не Был Решен Этой Возможности Так Скорее Даже На Подбегая По Вопросам Которые Люди Писали Спрашивали И так Далее Люди Еще Спрашивали Были Какие-то Стартап Именно От Ваших Вопускников Которые Начинали Как-то Развивались Вообще Какие-то Такие История Баун Которые После Вашей Школы Добились Невероятных Высот Были Но Не потому Что Наша Школа Их Такими Сделала А Потому Что Они Не в состоянии Были Поначалу Мгновенно Реализовать Вот этот Свой Потенциал Им Нужно Было Как-то Жить Они Пришли К нам Они Выучились Они Пошли Работать И так Далее И Когда Ты Уже Зафиксировался На каком-то Уровне У тебя Своя Зарплата Получаешь Свои 85 90 100 Ты Можешь Сосредоточиться На других Вещах Которые Тебя Интересуют И Дальше Они Уже Пошли Но Это Не Связано Никак С Нашей Школой Мы Подставляли Плечо В тяжелый Момент Но Это Не То Что У нас Научили Как Мы Из Другой Углась Ясно Самая Такая История Где Люди Невероятные Я Смотрел Несколько Видео Имена Не Помню Но Какой-то Парень 23 Года Насколько Помню В Майами Вот Я когда Бегал По вашим Видео Интервью Я не видел Сумма Не была Озвучена Но Что-то Такое Невероятное Какое-то Приложение Получил В Майами Вроде 23 Года Парня Было Ну Послушайте Без Майами И без Того Чтобы Сказать Что-то Абсолютный Рекорд Или Что-то На редкость Уникальное Без Имен Без Имен Ну Вот У меня Есть Мальчик Он В 18 60 Долларов В час То есть Мальчик Был Совершенно Такой Нетривиальный То есть Это Не то Что Каждый Второй Мальчик Такой Это Правда Но Он Вот Буквально После Практики Он Полгода На Практике Был Там Его Придержали И Он Потом Там Остался Он Не Пошел На Эти Деньги Он Остался На Меньше Но Получилась Такая История Что Он Дотроговался До Этой Суммы Они Начали С Меньшей Но Начал Торговаться Был Здоров И Он Дотроговался До Этой Суммы В Очень Известной Компании В итоге Не Пошел 60 Доллар Но Опять Не Пошел Потому Что Та Компания Где Он Работал Ему Тоже Там Дали Офер И Он Там Очень Много Набирался Чего А Мальчик 18 18 Лет Поэтому Ему Посоветовали Родители Ему Сказали Паслушай Ты Не гонись За деньгами А гонись За тем Чтобы Состояться В Профессии Поэтому Он Там Остался Он Не Потерял В Деньгах Он Наверстал И Хорошо Еще Через Год Но Я С Чему Рассказываю Что Иногда Смотришь Там 18 19 Лет И 100 Тысяч Свои Получают И Думаешь Мне Самому Странно Знаете Я Когда Думаю А Что Ж Выше Образование Нет Ну Как Это Так Вот Тем Не Менее Но Соображает Умеет Что Такое Делать И На Молоденьких Есть Отдельный Спрос Вот Эти 18 19 20 Лет Если Глазки Светлые Если Так Как То Горит Чем То Это Совершенно Особая Категория Они У Ни Свой Рынок Они Никак Еще Раз Зачем Эти Экстримы Человек Должен Сказать Собие Я Должен Достичь Своего Уровня Своего Мало Ли Там Кто Что Где То Это Может Быть Интересно С точки Зрения Того Что В Принципе Это Возможно Это Конечно Это Важно Что В Принципе Возможно Но Послушайте Если Человек Получает 120 Ищи Через Год Через 3 Упади Плохо Пусть Пусть Он Где-то Еще Столько Заработает Через 10 Пусть Столько Заработает Понимаете Еще Этот Момент Люди Пишут И Комментарии Если Мы Сейчас Плавно Хотел Прийти К тем Людям Непонятным Которые Пишут Негатив И Все Остальное Мне Немножко Непонятно Когда Люди Не знаю Какой Это Был У них Опыт Со Школы Либо Не Диванные Комментаторы Которые Сидят Где-то Там И Не Понимают Ситуацию Когда Они Пишут Что Это Все Не Так Это Все Не Так А Эдак И Люди Не Понимают Что Многие Приезжают Сюда В Штаты И Начинают Работать С 8 Долларов Час И Когда Могут Прийти Конечно Нужен Определенный Багаж Знаний Могут Прийти В Вашу Школу Либо Что Кто Занимает Чем-то Подобным Получить Какое Образование То есть Научат Как Себя Внедрить Скажем Так В 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 Пусть Даже Через Пол Года Как Они Пришли В Школу Те же Самые 25-35 Долларов И Строить Уже Выстраивать Свою Профессию То есть Уже Какое-то Будущее Уже Не Такое Туманное Если Опять-таки Эта Профессия Нравится И И Дальше Шагать Саморазвиваться И Дойти До Каких-то 500 И так Далее Мне Немножко Непонятно Кто Вот Видео С нами Делает Вот Вы Делали С нами Видео А потом У вас На канале Под этим Видеом Там Какие-то Пычкуны Будут Какую-то Дрянь Писать Значит Вот Это Я Иногда Вижу Чтобы Мне Вот Кто-то Пришел И Сказал Миша Вот У меня К тебе Претензий Такого Не Было Значит Чтобы Допустим Кто-то Где-то Сказал Вот Это Я Вот Мое Лицо Вот Мое Имя Фамилия Я Учился В Такой Группе И Так Далее Вот У меня Вот Такие Претензии Я Такого Тоже Не Видел Поэтому Какие-то Анонимные Люди Чего-то Там Скажут И Так Далее Ну Да Я Даже Знаю Как Бы Историю Когда Там За Деньги Нанимали Людей Чтобы Они Про Нас Гадости Писали То Это Как Сейчас Уже Известный Документированный Факт А Есть Такой Человечек Он Пытался Дискредитировать Конкуренты Или Мы Не будем Сейчас В эту Сторон Я Отвечаю На вопрос О том Откуда Берется Но Я Вот Что Могу Скать Я Ни Разу Не Видел Элементарно Адекватной Какой-то Критики Такой Что Я Сказал Да Это Действительно Имеет Смысл Вот Я Я читал Тут Девушка Одна Пакистанская Была Она Где-то В соцсетях Написала Значит Девушку Послали На практику В Сан-Франциско Их Там Троих Послали Там Менеджер Американец Он Всех Троих Хотел Оставить Изначальный Посыл Был Оставить Всех Троих Девушка Значит Тех Двоих Так Оставили Там Русские Были Девчонки Тоже А Эта Пакистанская Приходила Позже Если Уходила То Уходила Раньше И Менеджер От нее Трясло То есть Он Нам Столько Раз Сколько Нам Высказался Он Вот По этой Мужик Ну Ты же Отбирал Вот Если Ты Выбрал Мы Как Можем Знать А Так Вроде Нормально Так Вот И Вот Она Написала Значит Там Какой Критический Такой Обзор Что Что Практика Она Недовольна Потому Что Оставляют Только Русских Даже Если Ты Послушайте Даже Если Ты Умнее И Ответственнее И Обязательнее Все Равно Оставляют Русских Но Это Человек Который Продемонстрировал Патологическую Патологическое Отсутствие Обязательности Там Дисциплины Заинтересованности И так Далее И так Далее И вот Этот Человек Выходит И говорит Я Которая Лучше Во всех Отношениях Обязательнее Добросовест И так далее Вот они Русских Оставляют А нас Нет Поэтому Но хотя бы Она от Своего имени Пишет Есть Ну Такой Как бы Выпиющий Неадекват Между нами Поэтому Ну Кто-то Что-то Написал Я в этом Деле Вижу Определенный Плюс Потому Что Есть Какое-то Количество Людей Которым Не нужно Вот К нам Приходить Голову У меня Морочить И Время Мое Отнимать Поэтому И не только Мое Там у нас Сотрудники Поэтому Человек Шел По улице Там Наступил На какашку Ну там Обтерся Об травку Идет Дальше Ну идет Идет Мы все Наступаем В какашку Там Периодически Если Человек Наступил В какашку Потом Стал Оглядываться Вокруг Увидел Там еще Три Наступил В эти Три Потом Он Начал Этим Вымазывать Себя Всего В этом месте Среди этих Какашек Пусть он Мне-то он Зачем Поэтому Я в этом деле Вижу Определенную Как бы Пользу Практическую Кроме того Понимаете У нас нет Такого Вот эти Неадекватные Они все Так изображают Что как бы Я всех хочу Заманить Что я там Всех уговариваю Что каждый Может Там и так далее Да у нас Отсеивается Треть на входе Чего Мне каждого Манить Мы треть Отсеиваем На входе Моя философия Другая Вот человек Приходит Я хочу Учиться Я говорю А что Что ты Положишь На стол Что у тебя Есть С чем Ты пришел Понимаете Вот И он И он Гать Я хочу Я стараюсь Я там Учусь Я Труженик Я там Не знаю Техническое Образование Я очень Хочу У меня Там Трое Друзей Все Очень Рассказывали Я хочу Как они Это Один Разговор А другой Приходит Скажите А вот После вашей А вот Интерншип А большая Вероятность Что оставляют Прямо там Я думаю А шел бы ты В другое Учебное заведение И там Пусть тебя И оставят Понимаете Поэтому Мы на самом деле Гораздо более Переборчивы Чем может показаться И Какие-то люди Что-то говорят А зачем Ты читаешь Дерьмо Вот другой вопрос Вот есть человек Он говорит А я вот где-то читал Ну Так Может еще почитай И еще почитай И еще почитай И у Роберта Киисаки Есть Замечательная фраза Я думаю Он ее не придумал А где-то еще Взял По-моему я где-то еще слышал Но у него есть замечательная фраза Он говорит В чем проблема Разговора с идиотом В этом Потому что проходит Всего одна минута И уже не один идиот А два Ты И тот С которым ты разговариваешь Поэтому Он смотрит Какую-то дрянь Он не задается вопросом Кто этот человек Откуда он взялся Почему он это пишет И вот если вас так послушать Он где-то пошел Что-то прочитал Это человек Который не понимает Что интернет Это грязная помойка Просто грязная Отвратительная помойка Где Так мало мест Где собираются Более-менее адекватные люди Вот я считаю Что наш канал такой Я Я слежу за тем Что вот этот неадекват Поганой метлы Выкидывается оттуда С криками о том Что свободы слова нет У них свобода дерьма Это свобода слова И вот Поэтому Если люди этого не отличают Дай им Бог здоровья Пусть они там сидят Я лично Совершенно не претендую На их симпатии Внимание И так далее Пусть они живут Там где живут И пусть им будет хорошо Без моего участия Погласен У меня просто такая же Ситуация Прямо вот Один в один Когда люди Вот опять-таки По поводу моего Того же канала Да Я показываю Как вот я работаю Где что где как Как это у меня получается Как я к этому пришел И Многих это Как-то мотивирует А Многие Получается Спрашивают Как устроиться Ко мне на компанию Я вот начинаю Рассказывать Как устроиться На одну компанию Но Как правило Находятся люди Которые начинают писать Что вот в нашей компании Где вот я работаю Там вот все плохо Там кидают Там еще что-то И когда я спрашиваю Давайте Без оскорблений Пишите конкретно Кто вы Когда что случилось Чтобы разобрать ситуацию Не просто так пришли Не-не Это исключено Это исключено Но абсолютно Когда человек говорит Кто он и что Он тогда получается Должен за базар отвечать Понимаете Да Поэтому Допустим А таких нет Таких вот прям Ну конечно Ну зачем же Я к этому отношусь Очень просто То есть Я вижу Какой-то такой Неадекват Я его сразу В бан отправляю У меня было время Я как человек Очень либеральный Такой И можно сказать Даже временами Деликатный Вот Я пытался Как-то вызвать На разговор Или может быть Призвать К тому Чтобы факты Может какие-то Я не говорю Там фамилии Вот я сейчас На этой стадии Ну на какие-то Факты Может быть Или что-то И это не действует Это такие вампиры Им важно Вот ваше внимание Они не то что Тролли-тролли Но они просто Так вот Живут Поэтому Я уже настолько Перестал Париться То есть Опыт мой Показывает Что их надо Сразу банить То есть У меня есть Вот Я видел Я вам там Скайпе Отправил Там много Разных Ключевых слов По которым Я фильтрую базар Который Приходит На На канал Но В принципе У меня довольно Автоматизированный Процесс Но У меня нет Церемоний Особых То есть Я когда вижу Если это Зритель наш И он давно У нас И я его знаю Это один разговор Если какой-то Совершенно неизвестный Ниоткуда Там Вася Знаете У них еще имена Иван Иванов Вася Пупкин Вот у них есть Такой набор Вот И Иногда еще Знаете Что они делают Они Используют Имена Такие Мусульманские Вот Скажем Вот Народов Мусульманских Которые в России Живут И вот От их имени Какую-нибудь Страшную дрянь Пишут Чудовищную И так далее Вот И Тенденция такая Вот Но Я их просто Сразу на раз Выкидываю Поэтому Если вы будете Вникать Там Или что-то Ну Поначалу Нормальный Опыт Приобретается Ну Я да Я говорю Я сейчас Нахожусь На такой стаде Что Я пока Даю второй шанс Пытаюсь Вывести на разговор Потому что Видите Получается Своего рода Я какую-то Агитацию провожу Опять-таки В кавычках Агитацию Чтобы люди Приходили к нам На фирму Потому что Люди спрашивают Я отвечаю на вопросы Это выглядит Просто таким образом Ну и что Минуточку Пусть приходит А пусть не приходит Кто-то заставил Нет Просто видите Возникает Возникает вопрос Вы не хозяин фирмы Вы не имеете Никакой прибыли С этого Вы абсолютно Это делаете По Так сказать Гуманитарным Соображениям И В чем вас можно Обвините Я не помню Вы работаете Вы довольны У вас есть Собственное мнение О вашей фирме И оно позитивно Почему Кто-то вам должен Что-то такое Если у него есть Какой-то факт Конкретный Пусть он его даст Он может в личке Написать вам Допустим Но в личке Он не пишет Конечно Ему нужно Внимание Потому что Это не общественно Нет Ему нужно Внимание Если бы он Лично вам хотел Какую-то мысль Выскать Он может Написать в личке Но этого не делаем Поэтому Так вот Такая вот фигня Ничего страшного Вопросов Непонятно Просто у меня те люди Я немножко Из другой категории Да не надо Их понимать Зачем Они своим путем Идут И все Люди разные Хорошо Когда есть свои Ради которых Есть смысл Что-то делать Напрягаться Работать Время тратить И так далее А то что Есть кто-то Кому это не нужно Ну Так Для них Есть другие Источники Есть первый канал Например Десятки миллионов Людей Пусть смотрит Ну знаете Когда есть возможность Только смотреть А там Нет возможности Сказать что-то Написать По крайней мере То это одно А ютуб Это немножко Другая платформа Где Можно Лучше сказать Какой-то Нормальный Есть каналы Вот Там Есть веб-сайт Там первого канала Там Всех этих каналов Есть веб-сайты Там Громадные чаты И вы можете написать Все что вы хотите Там Про Трампа Про Америку Про евреев Про Мировой империализм Про То что сейчас Скоро Рухнет Это Или Рухнет То И вот Вся вот эта Масса фекалий Которые Значит Человека Наполняют Он может С удовольствием Там Выбросить Поэтому Я считаю Что вот Мой чат Конкретно Я никак Я не ограничила Свободу Слово Вот этих людей Они могут Пойти туда Где Им будут Рады А у меня Как бы Вот такая Маленькая Бутиковая Такая Небольшой комьюнити Где люди Общаются И Если вы Не будете Вот этих Оттуда Выкидывать Самым Беспощадным Образом Вы тем Самым Нанесете Удар По Своей Аудитории Потому что Очень многие Люди Не хотят В помойке Находиться Он пришел А там Комментарии Грязные И Понимаете Я постепенно Начал Банди Нет никакой Конкретики Просто Человек Зашел И Скажем так Высказал А на своем Наболевшем Каком-то То Я уже Начал Отправлять Банды То есть Я понимаю Что да Сейчас Постепенно Чем Канал Больше Растет Публика Очень Многие Каналы Очень Многие Каналы Их Давно Уже Забанили Поэтому Они ходят Туда Где их Еще Не Забанили Поэтому Вы Как бы Подставляетесь Под них Еще раз Ничего страшного Нет Если настроение Есть В перерыве Между Погрузкой И загрузкой Пошел Прочистил Нет Нет Такой Возможности Если Есть Время Я Лучше Посплю Либо Что Засниму Для себя Время На это Тратит Тоже Я когда домой Приезжаю Начинаю Заниматься Этим Всем Этими Делами Вот Ну Ясно Приятно Было С вами Пообщаться Думаю Там уже Время Много Натикало Да Мы Сейчас Поедем Домой А вы Еще в офисе Находите Что ли Нет Я не в офисе Я на даче А Понял У нас Недалеко Там Минут 45 До дома Ясно Было бы Конечно Еще Приятнее Пообщаться Вживую Но Думаю Заезжайте Думаю Может быть В следующем Году Когда я Дела Здесь Закончу То Я обязательно Приеду Мне Тематика Интересна То есть Я бы хотел Закончить Даже для опыта Для себя Как это Понравится Мне Именно В этой Сфере В общем Ну хорошо Ладно Давайте я туда Пойду Собираться Домой Зрителям Вашим И моим Большой привет Так что Да Всем До скорых встреч Да Думаю Скоро Увидимся Счастливо